В этот день, 11 октября 1658 года, русское войско победило польско-литовское войско в битве под Верками. 13-летняя война в середине 17 века была полна головокружительных поворотов. Началась она с того, что Россия нанесла сокрушительный удар по Речи Посполитой и тут же притормозила, и вместе с поляками-литовцами воевала против Швеции. В 1658 году в Польше решили, что достаточно окрепли, чтобы отказаться от русской помощи и безостенчиво стали вновь готовиться к войне против России. Итак, осенью близ Вильны находилась крупная армия князя Долгорукова. В нее уже стала поступать информация о нападении литовских хоругви на русские отряды. К тому же Долгорукова с двух сторон обступали две армии – Гетмана Винцента Гансевского, поменьше, и в тылу крупная армия Павла Сапеги. Наконец появился перебежчик, который развеял все сомнения. Литовцы хотят объединиться и неожиданно ударить по полкам Долгорукова. Русский князь решил действовать первым, ударив по Гансевскому. Утром 11 октября началась битва. Успех вначале сопутствовал врагу, однако оставленные в резерве два стрелецких полка решили судьбу операции. Пленным не было числа. Великого Гетмана Польного Гансевского взяли и Абосову, и Вабозе Шатрыеву, и Бунчук, и Знамя его Гетманское, или Тавры, и Знамена гусарских, и Эритарских, и Казацких, и Драгунских рот. Обширный полон во главе с самим Гетманом. В этот день, 11 октября, родились Борис Пельняк, писатель. Первый раз в Апале он оказался из-за повести, в которой косвенно обвинял Сталина в убийстве популярного военного Михаила Фрунзе. В 1938 году арестован и расстрелян. Владимир Мясичев – известный авиаконструктор. В Советской России была целая плеяда выдающихся конструкторов от авиации. Туполев, Петляков, Бортини, Мясичев. И, кстати, все из вышеперечисленных, в том числе, трудились в знаменитой Шарашке, вместе с космическими гениями Королевым и Глушко, закрытым КБ для осужденных инженеров. И там, в не самых комфортных условиях, они умудрялись творить. В Шарашке же Владимир Мясичев довел до ума Пе-2. Уникальный скоростной бомбардировщик, за который не могли угнаться многие вражеские истребители. И уже тогда о Мясичевой заговорили, как о инженере, который совершенно не боялся дерзких экспериментов. Слова Лучко-испытателя Галая. Владимир Михайлович – новатор в буквально первозданном смысле слова. Он удивительно чувствовал грань между новаторством и авантюризмом. Грань невидимую, но существующую. Он приближался к ней, но никогда не приходил. Самолеты Мясичева сложно спутать с самолетами его коллег. У них привычно самые футуристичные очертания. Он дерзнул очень крупный свой самолет М4 усадить на так называемое велосипедное шасси с двумя точками опоры, а не с тремя, как обычно. Одним из первых он использовал в авиации «Титан», разные хитрые алюминиевые сплавы. Неслучайный, самый наукоемкий космический проект «Буран» был завязан на использовании его тяжелого самолета «Атлант». Владимир Михайлович не зря считается одним из классиков отечественного самолетостроения. В разное время он служил в семи конструкторских бюро, в четырех из них был руководителем. Он умер в 1978 году на 76-м году жизни. 11 октября 1919 года началась Орловско-Кромская операция о гражданской войне. Это сражение иногда называют самым длительным во всей гражданской войне – больше месяца. И уж точно оно стало одним из ключевых. 11 октября 1919 года во главе Южного фронта Красных встал будущий маршал Александр Егоров. Тогда же он попытался перейти в контрнаступление на добровольческую армию Динькина. Вышел конфуз, и 14 октября сами белые занимали позиции неприятеля и даже вошли в Орел. Динькин в интервью заявил даже – «Москву я вижу в бинокль». Многим и правда казалось – Орел, потом Тула с ее оружейными заводами, и там и Москва недалеко. В Орле корниловские полки организовали парад. Настроение у всех было двоякое, и радостное, и тревожное. Жителей города было много. При виде танка, разрушавшего трибуну с красными флагами, толпа ревела от восторга. Осведомленные люди в белом движении понимали, что самое главное еще впереди. Уже пришли сведения, что красные собирают под Орлом крупнейшую группировку, готовясь просто отсечь добровольцев от их тыла. Как выразился генерал Маймаевский, Орел пойман только за хвост, но у него сильные когти и крылья, как бы он от нас не улетел. И точно 17 октября, как считается, белые части юга ближе всего подошли к Москве. Однако дальше было для них только отступление до самого Крыма, до самой Кубани. В этот день, 11 октября 1922 года, Лев Троцкий на связи комсомола призвал молодежь грызть гранит науки. Фраза сразу стала крылатой. 11 октября 1994 года в России наступил черный вторник. Произошло обвальное падение курса рубля. Таким был этот день, 11 октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова